всем привет кто не понял где находится вы находитесь в интернет магазине ай нитки он временно перебазируется на природу и все эфиры пока что мы ведем отсюда не получилось у меня сегодня приехать в город и на работу поэтому эфир по новой пряжи будем проводить отсюда я не приехала к пряже пряжа приехала ко мне поэтому у меня есть помадку из всей новой поставки я вам с удовольствием сейчас их покажу вот и посмотрим при дневном освещении заодно как раз отлично будет передаваться я надеюсь цвет здравствуйте у вас круглая кокетка да это круглая кокетка это мой первый свитер который я вязала у него есть косяк один большой он без ростка вообще вот так вязать по описаниям да это как бы один из таких выводов которые я сделала что вязать по описаниям надо с очень большим умом потому что вот у меня здесь все равно собирается вот эта складочка я конечно ее расправляю и здесь два момента точнее 1 здесь отсутствие ростка 2 здесь очень такая отрицательная свобода облегать в общем не совершенно не в стиле того что мы сейчас пропагандируем и вообще вяжем но свитер есть свитер вот на даче мне в принципе холодно и я в нем хожу поэтому поэтому хожу всем еще раз привет да кто присоединяется к нам сегодня мы будем смотреть с вами поставку пряжи летний одна из поставок до нас доехала 2 пока что нет сейчас я вам напишу напишу тему эфира ура у нас будет отличная цветопередача оттенков новой пряжи при естественном освещении да я вот хотя бы хотя бы этот плюс у нас будет с вами точно не искусственное не внутри магазина не лампочки не какой-то там желтый тон или какой-то вот прям то что есть на самом деле редко такое бывает такая возможность потому что но все таки мой магазин да и в любом случае внутри магазина есть искусственные лампы и они никогда не передадут натуральные оттенки а тут у нас вот будет здорово так поставка поставка летний пряжи напишем так пряжи приехал ся от одного бренда это итальянская фабрика ланагата ей повезло в отличие от другой и она до нас добралась и так сейчас я прикреплю комментарий возможно сегодня будет похуже связь чем вчера я не знаю с чем связано но у оператора какие-то проблемы сегодня с сетью и он не дает нам режим lte 4g в общем пока что какая-то такая промежуточная в общем скорость у нас с вами не знаю насколько вам хорошо будет видно очень хочу надеяться что потом записи все как сохранится итак давайте начинать чтобы не затягивать в долгий ящик пока связь есть пока все у нас с вами работает мы с вами сразу начнем смотреть давайте я переключу вам телефон на другую сторону переставлю всем здравствуйте еще раз поставлю вас на обратную сторону смотреть с вами вниз на замечательную красивую летнюю пряжу привет скажу пожалуйста возможно ли сейчас доставка с деком до двери да я думаю что с деком до двери возможно но только с деком до двери вы сами понимаете что там тарифы будут гораздо дороже чем до двери курьером почтой поэтому смотрите сами почта сейчас тоже хорошо работает курьером они доставляют поэтому может есть смысл выбрать курьер онлайн и доставить до двери и так вот это это мы посмотрим потом подождите начнем с более классической части нашей поставки спряжи которая уже большинству хорошо известно с пряжи которая у нас была еще в прошлом году поставка ее и очень я думаю что многие из вас уже успели ее купить и попробовать она классическая не какая-то вычурная сложная для понимания это стопроцентный хлопок мерсеризованный гладкий слегка блестящий но при этом после стирки он довольно мягкий вообще мерсеризованные пряжи бывают разных все равно разного качества и одну нельзя сравнивать другой только по одному какому-то критерию да что вот она мерсеризованный хлопок египетский вот у этой вроде бы она ровненькая да то есть она не расслаивается при вязании крючком что очень важно потому что многие у нас летние проекты любят крючковые ее отлично берут на игрушки у нас я не знаю сейчас женя смотрит эфир или нет жене чудо чудик у нее аккаунт она вяжет игрушки на пробовал эту пряжу не она изумительно для игрушек подходит потому что крючок не расслаивает вы видите у нитки есть крутка но при этом крутка она не так не очень жестко если вы когда-то вязали из хлопка по типу какого-то там анны 16 если я не ошибаюсь артикул то он крутится очень сильно он очень жесткий вот этот он как раз такая гармоничная очень сочетание между и крученной нитью и в то же время не перекручены вот стопроцент хлопок мы из него вязали спицами к сожалению вот именно от него образца у меня не захватили но может кто-то помнит совместники в прошлом году мы вязали такой пуловер и показывали образец стирали он очень мягенький после стирки сейчас у нас появились некоторые новые цвета и приехали старые давайте посмотрим палитру ту которая сейчас есть в наличии этот хлопок он классический подойдет под спицы где-то три с половиной четыре миллиметра то есть вот в среднем такой диапазон сейчас посмотрим чего пишет у нас производитель производитель пишет как раз три четыре спицы но если очень плотненько хотите можно и на тройках наверное вязать но вот три с половиной четыре я бы наверное выбирала так я по-моему на четверке вязала и так есть естественно белый нас потому что белый заканчивался его не было есть такой цвет у нас у мирина кота очень похожий оттенок пришел он у нас называется ванильный десерт такой вот очень очень нежный потом по степени приближения к темному есть натуральный льняной цветопередача какая держит резинку нет хлопок держать резинку в принципе сам по себе не может и ни один хлопок не держит резинку поэтому здесь смотрите на летних вещах я очень вам советую вязать скрещенную резинку то есть именно вот классическую ни один хлопком держать не будет желтенький красивый солнечный желтый цвет так сейчас посмотрим как по цвета по цвету выстроить чтоб тут взять дальше но давайте возьмем наверное горчичный вот этот золотая горчица из нее как раз вязали в прошлом году очень многие и убрали на пуловер который мы вязали совместники ажурным такое как темный 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 желток который мы который мы всегда мечтаем когда ищем до разбиваем яйцо вот это самый самый темный цвет желтка дальше давайте посмотрим у нас шоколад он без добавок да он абсолютно без добавок это стопроцентный хлопок сейчас покажу вам где у нас тут состав 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 вот стопроцентный мерсеризованный хлопок абсолютно без добавок классический вот именно классика то есть вот почему я говорю да и начала с него потому что он очень простой для понимания это абсолютно классическая нитка за счет чего же он мягкий сейчас я вам расскажу момент такой да это красный классика тоже такая насыщенная за счет чего этот хлопок мягкий он создан из нитей ровницы вот если вы когда-либо опять же вязали из какого-то хлопка крученого то представляете что этот хлопок он создан из мелких мелких ниточек а вот этот он создан их из крупных из четырех но он из ровничных да видите они как пушистенькие такие вот и поэтому он сам по себе он не жесткий он такой очень приятный по и тактильно и по и при вязании и потом впоследствии после стирки а по расходу что-то расскажете смотрите толщина у этой нитки давайте черный посмотрим классика черный да тоже 50 грамм 125 метров такой же метраж как у супер софта такой же метраж как у мирина кота о смеси мир носа с хлопком только вот это теперь следующий как бы шаг совсем к лету на уже такие совсем совсем летние вещи 125 метров по расходу здесь смотря на что то есть смотря на что на майку 4 матка на но на футболку может быть 5 6 если с каким-то сильно руководчиком смотря какой размер 8 это уже может быть с рукавом три четверти пуловер на платье в совместнике подойдет в принципе подойдет здесь будет момент только потому как будет выглядеть на нем узор тот который вы выбрали ажур на нем смотрится великолепно вот только насчет кос у меня есть сомнения но здесь надо просто связать образец посмотреть в наташа пишет у меня из мило 4 плечевых за лето вот наташа нам сейчас напомнит по расходу его на изделие на плечевые вот наталья расскажите нам пожалуйста перечислите что вы связали у вас по моему размер примерно как у меня 46 48 если не ошибаюсь я думаю что будет как раз такая картина понятная так поехали дальше смотреть зелень свежую зелень зеленых тут два в принципе вся пряжа сейчас есть на сайте можете посмотреть артикул называется милу два зеленых один по ближе к цвету зеленого яблока и второй такой классический красивый зеленый оттенок он уже вяжут кстати ольга вон пишет я вижу платье совместники из него значит точно подойдет хорошо под совместник раз ольга уже выбрала связала образец и проверила протестировала да как он ложится узоры сереньких тоже два тоже покажу их рядышком чтобы была понятна разница буквально они на какие-то полтона отличаются 1 8709 я бы его назвала он ближе к классическому серому а вот этот он ближе у него такой есть голубоватый подтон вот этого это восемьдесят шесть восемьдесят девять вот они рядышком то есть вот этот ближе просто светлый такой жемчужный серый а у этого есть такой вот сиренево-голубой подтон у меня по мастер-классу сорок шесть сорок восемь семь мотков даже семь мотков получается но там рукав по моему три четверти там не полный рукав периодически пропадает резкость ну скажем спасибо мтс дружно имеем то что имеем я постараюсь эфир записать и выложить его на youtube если у нас все хорошо с вами сложится то потом выложу на youtube и там должно качество быть хорошие как именно как у меня в телефоне и так поехали дальше у нас там целая гамма осталось красивых очень оттенков это розовый розовый я бы назвала какой-то такой цвет барби не темный не такой больше холодный наверно оттенок чем теплый это восемьдесят шесть восемьдесят семь цвет и рядышком с ним покажу вот этот сиреневый потому что они замечательно сочетаются если вы захотите помните мы с вами говорили о том что можно тельняшку связать из не не обязательно классическое сочетание белый белый синий да а вот тельняшки на самом деле можно вязать из чего угодно вот это кстати пряжа очень хорошо тоже подойдет под летние пуловеры по принципу полосатых сиреневый этот цвет у нас восемьдесят шесть девяносто у меня на топ пятьдесят второго зме размера ушло шесть с половиной мотков но топ это наверное который с рукавами это футболка да видите расход говорить сложно потому что у всех разная свобода облегания у всех разное понимание как выглядит вещь и вот у нас синих наверное вот еще знаете вот эти два покажу рядом вот был розовый был вот этот первый сиреневый и есть холодный вот этот сиреневый я его даже не назвала бы на синим хотя он близок к нему но если я вам сейчас покажу третий цвет который будет синим вот он какой-то промежуточный получается вот этот сиреневый вот этот такой синий фиолетовый и вот классические синий то есть сиреневый это у нас восемьдесят шесть девяносто с немножко синий фиолетовый это восемьдесят шесть девяносто шесть и классика такой глубокий синий это восемьдесят шесть девяносто восемь вот они все три рядышком тоже для того чтобы понимать как цвет переходит их вот без отдельно сложно показать так и самый светлый пойдем синий это такая морские уже оттенки пошли восемьдесят шесть девяносто пять сравню с этим то есть этот у нас будет последний был темных синий вот этот светлее оттенок видите сколько оттенков огромное количество и в них прямо потеряться можно и вот эти четыре цвета покажу рядышком покажу их всех вместе вот такая гамма бирюзовых тонов самый светлый это восемьдесят шесть девяносто три это классический такой небесно голубой чуть потемнее голубой это восемьдесят шесть девяносто четыре вот они до друг за другом потом идет светло бирюзовый практически такой очень похож на мяту восемьдесят шесть девяносто два и последний это прямо вот темная морская волна который я вязала в прошлом году в совместе восемьдесят шесть девяносто семь вот такая кучка красивая очень вот такие оттенки сейчас покажу еще раз всю коробочку все цвета покажу их рядом можно сделать в принципе скриншот кстати как мы любим да вот сейчас смотрите сколько много красивых оттенков и поскольку меня тут естественное освещение я обещаю вам сделать какую красивую фотографию и на обои для рабочего стола изобразим что-нибудь с вами вот так можно заскринить в принципе все цвета которые мы с вами смотрели вон тут нас вороны карку этом тоже видимо нравится до белый ванильный льняной желтый горчичный шоколад красный черный яблоко зелень вот два сереньких которые ближе к жемчужному обычному этот с небольшим голубым подтоном розовый мы смотрели следующий после него вот этот сиреневый сиренево синий синий голубой и вот эти последние светлый голубой поярче мята такая мятная бирюза и темная морская волна это был хлопок мила он у нас 125 метров 50 грамм единственное что вот я сейчас то что я не успела сделать я не успела выписать себе за листочек до эфира новые цены поэтому заходите на сайт ainitki.ru вводите в поиски слово мило может у нас есть сейчас суфлеры у кого есть компьютер рядышком кто может посмотреть сколько он сейчас стоит потому что новая поставка приехала уже по новым ценам может нам сейчас подскажут и так это классика да пойдем сейчас к следующую классику потому что она у нас тоже уже было и многие обои на телефон к пасхе актуальны хорошо договорились с вами сделаем обязательно обои на телефон красивые из новых цветов хлопка обещаю сделать так сейчас я попробую установить чтобы она с вами ничего не падала она не очень хочет стоять но я попытаюсь уговорить про дублиры пожар 210 рублей а значит не изменилась у нас цена на мило 210 рублей это отличные новости потому что я знаю что хлопок он шелк точно пришел по новой цене я одну цену на шелк помню василек ну вот смотрите василек какой вот этот василек вот этот кстати надо у меня сейчас нет под рукой супер софта но мне кажется вот на супер софт вот василек этот чем-то похож 86 95 вот этот 86 95 если вдруг вы этот думали голубой этот 86 94 то есть от 94 это 95 силки до силки приехала наконец-то шикарная шикарная палитра стопроцентного шелка нашего любимого к сожалению я не смогла связать образец мы сегодня занимались я сегодня даже отсюда занималась новой поставкой и все что стало от образца это вот такой кусочек я обещаю я из этого цвета да вам обязательно движу образец но не сложилось к эфиру к началу эфира скажите а вы планируете привести новые наборы хай-хай вот пока в ближайшее время нет потому что сейчас не работает никто и в германии в том числе и никто отгружать нам ничего не будет так сезона наверное до поставка раз в год у нас точно бывает и так вот это пряжа силки это стопроцентный шелк натуральный кто когда-либо сказ сталкивался с понятиями вискозный шелк еще какой-то да то есть вот по всем этим вещам забыл забывайте да потому что на самом деле никакого вискозного шелка в принципе не существует есть либо шелк либо вискоза все остальное это маркетологовские как бы какие уловки и хитрости для того чтобы продать вам пряжу так вот вискозный шелк который говорят это стопроцентная вискоза всегда причем не всегда она то есть не всегда пишет из чего это вискоза да мы сейчас с вами кстати до вискоза чуть попозже дойдем у нас есть артикул один из вискозы в общем производители не всегда говорят из чего это вискоза то есть она может быть и самой дешевой целлюлозы может быть из чего-то получше да и обычно вот под вискозным шелком подразумевает самую самую дешевую вискозу до называют ее красиво но от этого она другим ничем не становится естественно по стоимости она будет раза ну два то в два с половиной дешевле чем натуральный шок всем здравствуйте кто вдруг только сейчас присоединяется и так мы смотрим новую поставку летней пряжи это артикул силки уже знакомый нам уже опробованы тоже многими это натуральный шелк шопе вот сейчас уже наверное на рынке достаточно много разных видов шелка присутствует и вы уже начинаете в них разбираться до малбери шелк туса шелк буретный шелк вот это шелк шопе вообще есть еще один вид шелка из которых из которого практически не делают пряжу из него делают ну вот для ручного вязания по крайней мере из него делают нить тонкую она находится вот на бобинах это длинно самый длинный волокнистый шелк вот самые длинные кусочки вот этого продукта тутова шелкопряда да из них делают он самый блестящий он самый прочный но он и самый скользкий то есть это такая знаете вот возведенная в абсолют материал такой с которым достаточно тяжеловато работать да и он не всем подходит и его делают именно только в тонком варианте для для пряжи ручного вязания самый как бы самый гладкий самый блестящий шелк который берут берут вот этот это шок называется шапе он очень интересен тем что он один из самых мягких то есть вот тот шелк который блестящий он не всегда мягкий его именно из-за блеска он может быть таким слегка излишне гладким скользким и мягкости ты там не чувствуешь вот шапе он гораздо интереснее в этом плане то есть он по тактильных так и по тактильным ощущениям он такой мягонький и он становится слегка матовым после стирки у него в матке конечно есть вот этот блеск еще первичный но в образце он знаете как есть такое понятие лак глянцевый лак лак матовый а есть вот такой пол матовый вот и вот он как раз становится образце таким у него нет этого дешевого блеска до который бывает когда ты не можешь понять вообще что перед тобой за пряжа а у него как раз появляется такой благородный блеск он как бы находится внутри нити и он не блестит очень очень сильно мне наоборот даже это в нем ну нравится на самом деле вот это образец у нас еще с прошлого года мы вязали я щас вижу какой-нибудь новый качестве разнообразия чтобы не одинаковые у нас были буду буду вязать голубенький и давайте посмотрим с вами оттенки которые есть приехала сейчас цветов очень много да то есть практически вся палитра и в палитре у лана гата появились новые цвета сейчас я вам их тоже расскажу покажу еще покажу образец от самих производителей из фабрики которые у нас есть находится в карте цветов вот такой он только единственное что они конечно лентяи они свои образцы не стирают они их только отпаривают есть такой момент то есть и в глади интересно смотрится и вот такие дорожки можно сделать ведь и гладь какая ровная и ажуры уже по нашему образцу тоже понятно что жур и он держит просто изумительно и так давайте посмотрим цвета самый светлый не могу сказать его что он какой-то белоснежный вот белонатуральный вот такой от белка вот как лист бумаги практически да вот такой цвет он бывает только в хлопке в во всех других материалах натуральных особенно в шерсти вот ну и прошел кто же до вот такого дико белого я бы его так назвала да это называется от белка вот такая пряжа которая вот прям как даже не знаю как передать ну это реально лист бумаги просто вот белый лист бумаги это ненатуральный цвет естественно да все натуральные цвета не ближе вот к такому и таких цветов и такие цвета можно встретить только в хлопке нас очень часто просят во у вас есть вот белый белый кашемир вот натурально белый а бело-белый но конечно нет производители такого не делают и вот белый если вы когда-либо но вообще хотели вы была исключительная задумка по поводу белого цвета то уберите вот стопроцентный хлопок как бы вот он как раз только он бывает такого цвета почему специально его поднесла чтобы показать насколько белый вот этот цвет да он приятно белый то есть он вроде светлый но не вот такой холодный белый как вот тот лист бумаги да наклеенный видите да где информация пряжи то он такой очень светлый красивый он не совсем кремовый но и в то же время такой вот например натуральный красивый цвет очень номер какой спицы используется вот смотрите мы взяли образец на тройке вот эта петля явно больше но здесь и образец просвечивает вот я когда поднимала было видно да что у него там есть такая на просвет здесь вы тоже как хотите если вы хотите маечку и чтобы расход у вас был поменьше вяжите большим номером спиц можно еще с с этой пряжи хитрить и сделать попробовать связать образец я вот кстати на попробую на своем когда буду вязать сделать разный номер спиц то есть один ряд например троечкой а второй например шестеркой потом снова тройкой потом снова шестеркой и будет такая неравномерная толщина да ну высота петли и если понять что естественно он будет слегка просвечивать ну а например для топа для майки это вполне нормально вот то можно связать и так да то есть смотря как вязать тройка вот этом примерно не знаю может три с половиной 375 ну вот а можно хоть на шестерки вязать и тогда вот этот самый светлый оттенок это у нас 8183 вот такой цвет даже куда-нибудь выкладывать чтобы нам их не спутать следующий за ним по как бы по степени насыщение по темноте да вот этот крем-брюле 8176 тоже очень красивый цвет он и не беж еще потому что беж видите у нас там дальше впереди пойдет и не белый то вот такой очень красивый оттенок следующий за ним идет вот такой холодный серый светло-серый жемчужный цвет то есть они очень все три близкие ну как близкие вот эти два по крайней мере очень близкие но отличаются вот буквально на тон холодный теплый то есть теплый это 8176 а холодный это 8724 вот они такие спицы какие бамбук да про спицы мы поговорим чуть чуть попозже когда я сейчас покажу всю пряжу переверну потом камеру и мы поговорим с вами про спицы вообще для всей летней пряжи я рекомендую деревянные спицы дерево или бамбук любой какой хотите но не металл есть конечно люди которые принципиально не любят деревянные спицы вяжут на металле но особенно тем кто только пробует вот я рекомендую бамбук и для шелка даже не просто дерево именно бамбук потому что деревом особенно если например такой как джинджер от нет про но может оказаться слишком скользким есть у него такие очень очень красивые надеюсь подружусь шелком просто вопрос объема связанного полотна мне кажется то есть но не первый образец на 2 3 у меня пряжа останется так что ты еще повяжешь так ксюша пришла привет все свои тоже здесь итак вот эти светлые оттенки мы посмотрели а дальше давайте посмотрим голубую гамму она тоже идет как бы такие полутона поэтому ее важно посмотреть вместе сейчас я вам выложу вот сюда 3 наверное даже 4 вот так вот группа из вот этих четырех цветов тоже начнем с самого светлого такой восемьдесят девять ноль ноль голубовато серый это еще не тот из которого я вижу образец это намного светлее он идет как бы следующие за вот этим сереньким жемчужным вот этот цвет из которого вижу образец я 8725 вот такой классический голубой такой немножко в джинс потому что цвет сам меланжевый чуть-чуть он видите переливается пропас мы мы еще не говорили но пока говорим про шелк вот они друг за дружкой идут 8900 это самый самый светлый 8725 голубой классический 8726 это такой синий джинс у него тоже есть слегка такой меланжевый переход они еще не говорили на пасма это вискоза из бамбука и не планируется случайно совместник по вязанию маечки летний возможно да ближе к лету сейчас мы с вами сначала с платьем разберемся у нас есть такое небольшое правило мы несколько совместников одновременно не запускаем вот у нас на совместник во платье отведено но как минимум недели три потому что сейчас мы может быть многие будут вязать очень интенсивно так что я думаю где-то недели через две мы подумаем о том что будет у нас следующим сколько требуется шелка на футболку оверсайз 48 размера на футболку не оверсайз требуется три матка а вот насчет оверсайза это вопрос насколько вы хотите оверсайз что вы имеете ввиду под пацаном под понятием футболка то есть насколько широкую вы хотите майку какой у вас будет рукав потому что футболка она если оверсайз то у нее очень спущенный рукав да если мы ее вяжем как бы ну включая плечо да у нас потом это плечо спадает чуть ли не до локтя то есть это уже рукав 1 2 вот так поэтому здесь надо просто пробовать смотреть какой именно размер вы задаете по изделию для того чтобы было проще посчитать скажу вам метраж 50 грамм это 214 метров вот поэтому смотрите спицы тройка рекомендует производитель у них написано троечка тройка вязали мы но это не абсолютно не отвращает вас до от экспериментов пробовать вязать и большим номером спиц и меньшим если вдруг захочется да потому что в принципе шелк это не шерсть его можно и поплотнее связать если кому-то вдруг прямо хочется такой стиль задать шелк цвета вживую просто бомбические желание обладать всеми непреодолимые всеми сразу или всеми по очереди ян как это делаешь смотрела на полке одно ты рассказываешь эфире перебираешь клубочки они в три раза привлекательнее становятся ну вот для этого эфир их видео на полке разве вы возьмете в руки каждый клубок вы не возьмете же постесняйтесь и так четвертый цвет у нас это классический темно-синий оттенок 8188 то есть его можно даже назвать черно-синим не назвала бы но прямо такой очень очень глубокий синий цвет и он уже идет без меланжа то есть если вот у этих двух цветов есть небольшой такой переливы цвета как бы меланжевые то у этого идет уже чистый к такой ровный цвет и закончим наверное черным да раз уж все таки здесь в темных такое ушли у меня 46 48 3 без рукавов 4 с небольшим рукавом но вот смотрите я думаю 4 надо брать и там уже смотреть по ширине которую хотите и черный черный тоже абсолютно классический цвет без меланжи без переходов просто вот классика черного цвета самое первое что я бы связалась шелка это наверное майка которую потом можно красиво одеть под кардиган ну например да чтобы летом было как майка а потом впоследствии чтобы был как картика и так поехали светлые мы посмотрели синие посмотрели сейчас давайте перейдем к бежевой гамме она тоже достаточно сложная потому что тут тоже столько столько тонкостей столько отдельных тонов что сложно как то вот вот даже сложно первый цвет какой-то взять с чего бы начать давайте с классического цвета начнем как как мне кажется он ближе к такому классическому бежевому но это холодный достаточно оттенок то есть он попробую с чем-то еще сравнить да рядом ну вот положу на вот эту оранжевую пасму и вы увидите что оттенок достаточно холодный я не помню только какой из них у нас называется цвет мокко у нас два тона один посветлее 2 потемнее они прямо друг за дружкой идут их можно очень здорово комбинировать в одном изделии если вы хотите по по цветам посветлее которые это 87 27 по темнее 87 28 у них даже номера идут по порядку вот такие оттенки чем малбери шелк отличается от шопе расскажите пожалуйста по моему малбери там кого-то кормят чем-то определенным если я не ошибаюсь я так навскидку не помню но по-моему да шопе это классический шок это классический шок который не не идет от разновидности нет породы этого шелкопряда нет того чем его кормят да потому что вот есть я только не помню вот туса смайлбери у нас их нет поэтому я в них не сильно разбираюсь различиях я помню что кого-то из них порода одна по моему ли место обитания одно а второго чем-то кормит определенным что он там есть ест что-то какие-то конкретные листья вы на машине не пробовали вязать я не пробовала но будет вязаться отлично даже не сомневайся ксюш два вот этих кофейных я бы их назвала таких подтона вот это латы а вот это мог хотя я не помню как они на сайте названы но вот сейчас мне какой-то такой в голову приходит сочетание что здесь больше молока да если мы про кофе говорим и светлее сам цвет насыщенность а здесь цвет более такой глубокий насыщенный дальше у нас с вами пойдет группа вот таких нежных розовых оттенков по-моему все три они новые если я не ошибаюсь сейчас я посмотрю не 31 был в прошлом году значит вот это 31 у нас был в прошлом году 87 31 он у нас был а вот это два цвета совершенно новых их не было в карте прошлого года и они такие самые мне кажется будут популярные и продаваемые вот именно для женщин потому что оттенки самые самые востребованные не знаю насколько цвета передаются пробую даже издалека немного чтобы объективнее картина была когда много-много цветов в кадре чтобы не извращался цвет вот этот он на сайте по-моему просто назван розовый я сегодня смотрела но у него есть такой небольшой коралловый оттеночек уходит он вот я бы его назвала следующий за вот этим вот их бы я вы выстроила в ряд они прямо тут друг за дружкой то есть вот этот теплый этот еще в нем в нем более оранжевый вот в этот терракотовый да вот такие оттенки а вот эти холодные я бы выстроила куда-нибудь вот к этим дружкам ряд да то есть вот как-то вот этот с этим а вот этот вот с этим да вот такими парочками этот у нас моточек видите с витрины ушел его ножи разваливается жутко эти все новенькие еще этот на витринке полежал поэтому он слегка развалился что за состав это стопроцентный шелк стопроцентный шелк и так да вот этот был у нас в прошлом году он 87 31 он немножко такой цвет теплый вот у нас пишут нам помогаю до малбари это первая нить кокона самая длинная потом идет шопе более короткая нить потом уже остаток бурет нет по моему малбари нет не называется короче первая самая длинная нить и малбари по моему малбари это что-то другое вот могу конечно ошибаться но самая длинная нить кокона она просто не имеет никакого названия вот я сегодня смотрела про шопе сколько там длина этого волокна которые ну по моему это не малбари шопе имеет класс и относится к очень хорошему сырью но вот по крайней мере в пряже в пряже в пряже насколько я помню туса шелк малбари шелк малбари он вообще другой малбари он матовый он стус и близкие и по моему малбари он более дешевый мне так кажется но когда выбирали вот искали меринос хлопок с шелком мы смотрели пряжу вот малбари она вообще была не блестящая бомб леска там не было совсем ладно могу ошибаться давайте нет у меня нет все суфлёра гугла под рукой я не могу посмотреть сколько моточков на футболочку смотря какого размера на майку 46 48 3 матка можно 4 если хотите рукавчик и какой-то побольше свободы облегания и так да давайте смотреть цвета этот розовый с оттенком немножечко такой в персиковый вот этот он с одной стороны можно назвать оранжевым но он такой цвет не лосось и такой как какой-то тропический фрукт не напоминает какой же там есть у нас дыня есть а есть папайя вот такой цвет вот как папайя и вот этот цвет он идет как красное дерево такой немножко каштан сейчас солнце вышло и нам же сейчас с вами все цвета будет путать потому что она будет давать всем теплый оттенок 52 размер 52 размер я думаю 5 опять же вопрос свободы облегания просто потому что вы сами понимаете что чем больше размер тем больше свободы облегания нам нужно для того чтобы это смотрелось достойно да и так да вот эти три цвета сейчас я скажу вам их цвета 87 31 это самый светлый который назвала папайей это 87 30 и который каштан красное дерево кто как вот захочет назвать 8902 вот этот кстати тоже новый цвет он только в этом году появился на майку топ 44 размера думайте рима . хватит на 44 точно хватит хурьма вот этот хурьма но может быть на хурьма чуть более оранжевая такая в общем не он почему-то на папайю напоминает вот давайте с этими розовыми разберемся значит вот этот розовый он уходит в серый немножко то есть если вот с этим например сравнивать да что вот этот более спокойный цвет он более такой я бы его вот наверное к этому что ли следующий поднесла да вот этот мы смотрели 81 76 и вот рядышком с ним я бы вот этот поставила у него нет ярко выраженного розового цвета вот специально не достаю из коробки потому что смотрите я достаю и он у меня просто вообще цвет весь уходит в желтый в золотой потому что солнце его начинает освещать поэтому пусть лежит в тенечке и передает цвет который есть по стоимости вот это вся новая партия она приехала уже с учетом курса евро нового и тут моток получается 750 рублей стоит раньше он стоил 620 по моему если не ошибаюсь сейчас это стоит 750 вот этот розовый у нас 8903 давайте его как-нибудь назовем а там кстати он как-то на на сайте если название давайте тогда не буду давать ему название чтобы не переврать потому что придумаем что-нибудь сейчас с вами а потом будем путаться он холодный бежево-розовый вот так его обзовем а так уже вот а вот этот классический такой жемчужно-розовый у него больше розового цвета в тоне очень красивый такой пудровый его назовешь вот античная роза может быть вот что-то такое такой красивый цвет из нежных оттенков то есть вот они все три розовых рядышком и здесь уже смотрите какой вам ближе по тону теплый средний нейтральный и вот такой холодный этот блондинкам однозначно этот бронеткам однозначно а этот мне кажется и тем другим хорошо будет ну вот ярко-розовых тоже 2 вот этот более теплый этот более коралловый оттенок а вот этот он более такой прямо в фуксию не знаю какой-то цветочный такой оттенок уходит тюльпан ярко-розовый вот это достаточно холодный оттенок и яркий а вот эти два вот этот коралловый вот это такой тепленький они прямо друг с дружкой рядышком лежат и они прям сочетаются замечательно на такую пряжу не жалко ну так тоже да понятно что стопроцентный шелки стопроцентный шок и 2 у нас неприкаянных цвета остались не случилось мне поместить их не в какую группу на давайте их распределим вот этот зеленый зеленый полынный 8901 я бы его отнесла в группу вот к этим бежевым уж больно хорошо они вместе смотрятся это такие природные оттенки да то есть при природные припыленные не яркие не выраженные вот они прямо друг с дружкой замечательно вместе можете заскринить номер очками да я специально оставила их вот этими номерами сюда наружу чтобы можно было поставлю тоже сделать скриншот и потом уже спокойно выбирать вот этот зеленый полынь и ярко-голубой это бирюза 8185 к кому мы его посадим вместе давайте подумав да голубым он не очень подходит потому что у него есть такой прямо оттенок морской волны вот может сюда к черному хорошо к темно-синему хорошо к жемчужным неплохо давайте вот сюда к беленькому посадим здесь он хорошо смотрится очень все собственно говоря мы с вами посмотрели шок обсудили спицы обсудили расход и давайте перейдем а пробежимся немножечко по кольну значит у нас если вы знаете да у нас смотрите эфиры то у нас застрял на складе лен бобильный но зато приехал ли он моточный и сейчас мы с ним познакомимся надеюсь подружимся он более толстенький чем мобильный вариант он же такой комфортный для вязания в одну нить по метражу здесь получается сто шестьдесят три метра в 50 граммах а кстати давайте я вам еще знаю что прошел к прошел к еще сделаю этикеточку чтобы сказать как артикул называется чтобы его посмотреть на сайте артикул называется силки это прошел к артикулу льна у нас называется fresh свежий в переводе с английского свежий натуральный вот такая нить сто шестьдесят три метра в 50 граммах то есть если мы переводим на 100 граммовый пытаемся сравнивать его например с бобинным то это будет где-то триста двадцать триста тридцать метров в 100 граммах ой сложно выбрать но вы подождите не торопитесь мы с вами только знакомимся с этими артикулами в ближайшее время еще про каждый из них сделаем пост и выложим вам подборку модели которые можно из нее связать и вы уже с еще до вяжем образцы и тогда уже будет наверное определимся и и вы определитесь да что же вы хотите связать из чего потому что может это вы хотите попробовать новую пряжу на очень многие хотят например попробовать поработать с льном или с шелком это действительно такие для многих новые артикулы и новые материалы с которыми не пробовали работать так вот ли он он комфортной толщины для вязания очень да то есть у него получается спицы производители пишут троечку но тут тоже тут зависимости от того как вы видите вещь потому что из длина совершенно не обязательно вязать плотно и не нужно вот у нас есть два образца от производителей и вообще что они навязали давайте посмотрим вот это наш вариант то есть это наш вариант некий такой простой но не теневой узор но такой типа как рогожки да такой натуральный приятно можно для мальчик использовать и просто гладь вот то что вязали мы после стирки он остается слегка блестящий и потихонечку потихонечку начинает покрываться пушком вот этот ли он с каждой стиркой будет все мягче и мягче то есть его надо обязательно после стирки вот так вот не получается у меня двумя руками давайте штатив поставлю то есть вот его надо сделать будет вот так для того чтобы он стал мягче после стирки и вот после этого здесь уже вы смотрите уже будете носить спокойная вещь из каждой стиркой с каждой ноской у вас будет становиться мягче но блестит вот он чуть-чуть все равно поблескивает такой блеск у него остается вот это был наш вариант а вот это интересные варианты от производителей но смотрите здесь пряжа аж стоит потому что она даже не стирана они не стирают образцы но в общем тоже прикольная штука смотрите какая интересная то есть это может быть какая-то майка которая одевается на майку это может быть авоська почему нет да вот такой интересный узор они сделали еще не получается сделали его из двух цветов вот так вот и отпарили и он держит форму опять же вот если вы хотите чтобы у вас что-то держала форму то ли она это лучший вариант потому что вот такой он не стирный он вот так может даже стоять и варианта вот такой это образец дырявчатый и так тоже ли он можно вязать то есть вы видите какой он прозрачный какой он естественно крупные дырки и здесь крупными спицами связанные здесь еще дополнительно сделаны дырки по узору и это тоже может быть изначально задумкой то есть с задумки могут быть не обязательно классические просто полотну просто гладь да как например вот из хлопка какой солнце нам тут вылезла под вечер вот а лен именно классно смотрится вот в таких вещах которые мы например юбка вот представили себе что вот такая юбка которая под низ сшит подклад из ткани то есть с леном очень интересные могут быть всякие комбинации по узорам помимо просто обычных да можно вот какие-то такие придумывать можно слой на слой накладывать можно схему рисунка на вашем образце вот такой схемы у меня еще пока нет я ее не вязала это вязал вязали ее на фабрике вот такой здесь просто снятые петли сейчас покажу вам то есть вот эта петелька которая идет боже мой как солнце как солнце нам сильно всегда светит вот эта петелька который образует вот эту горизонтальную черточку штришок это просто снятая лицевая нить перед работой вот собственно говоря все или это в изнаночном ряду там снята изнаночная нить за работой как вам удобнее делайте и вот они в шахматном порядке то есть один ряд вы вяжете что у вас она здесь там ряд провязывается потом она у вас здесь как на солнце красиво играть на солнце конечно красиво но не очень четко цвета понятно видно пойдемте посмотрим значит ленины и вот эти все оттенки которые у нас есть есть натуральный вот это самый-самый натуральный классический оттенок льна 8171 прямо вот натуральный ли он если хотите натуральный цвет льна вот это он и есть дальше след за ним нас идет есть теплый беж тоже такой кофейный он вот к тем шелковым оттенком очень подходит такой кофейный цвет бежевый потом идет полынь зеленая очень красивый цвет вообще у нас есть тестовый моток надо обязательно чем связать 8173 вот такой полынь следующий за полынью цвет вот они рядышком лежат более темный оливковый ближе к нам полынь полынь это 8173 а вот этот оливковый это 8867 вот такие цвета получаются у нас сами зато их видно в естественных условиях ну да если мы говорим про то что вещь которую мы одеваем она смотрится на солнце то вот на солнце вот такие цвета будут это зелененькие да потом два оттенка из такой красно-коричневой гаммы вот этот цвет 8174 это тот из которого связан у нас образец вот этот и более красный более такой клеон вот этот почему-то не напоминает красный клеон то есть вот этот классический кирпичный терракотовый 8714 а клеон это 8166 он уже такой в более красный уходит натуральный цвет льна мягче на ощупь не мягче одинаковые примерно одинаковые так зелененький и два оттенка голубых два оттенка голубых синих это про голубой цвет 8710 классический голубой и 8168 это классический синий тут в принципе классический синий джинс и вот светло-голубой такой небесный оттенок но опять же вот эти цвета ульна они у все все такие натуральные природные вот просто для интереса смотрите поднесу вам голубой хлопок и насколько вот этот голубой он чище цвет а вот этот он более такой натуральный приятный оттенок отличный эфир на улице получается я рада что вам нравится так и пойдемте к самому так самому такому буйному сосредоточению цвета это у нас вискоза стопроцентная вискоза из сахарного тростника это на веселые летние проекты на яркие топы и майки платья то есть тут у нас была с вами классика классика хлопка классика шелка классика льна а сейчас у нас с вами пойдет просто такой нереальная яркая красота для тех кто не хочет задумываться над рисунком хотя рисунок здесь тоже виден мы его туда вязали сейчас покажу вам варианты рисунка которые можно сделать и ну в первую очередь предпочтительный проще всего да может быть кто-то захочет просто связать гладью ничего придумывать не надо всю гамму за вас уже подобрали производители окрасили причем руками красили да это ручное окрашивание не машинка не какие-то принты вот и по пряжа давайте познакомлю вас с артикулом артикул называется малибу но тут сам само название уже тоже набивает определенные мысли это стопроцентная вискоза из сахарного тростника и сахарного тростника ты все шуга руку из бамбука стопроцентная вискоза из бамбука вяжется на спицах четверка метраж у нее получается в одной пасме 100 грамм 300 метров то есть на например футболку сорок четвертого размера достаточно двух пасм до на 48 может быть 50 тоже смотреть на свободу облегание ну придется взять третью наверняка уйдет не вся а сколько льна на футболку надо на смотрите он 163 метра он чуть потолще чем лен почему шелк но его мне кажется вяжут на больших спицах то есть он может быть также 4 наверно моточка я думаю что надо на маечку взять ксюша пишет она сегодня вязала вот этот образец кстати образец он не постиранный я его только-только успел это перед эфиром отпарить то есть ксюша его вязала сегодня мы любой взять одно удовольствие она сама по спицам летает это вообще на самом деле правда пряжа очень приятная пряжа шнурок вот видно даже на образце видно на вот этих волокнах что пряжа на шнурочек ну или ленточка потому что она полая внутри то есть она связана из тонкой нитки и сделано в виде шнурка что это дает пряжа это очень сильно облегчает то есть она не такая вот плотная как вот например вот этот шелк то она воздушная так давайте еще знаете что сделаем давайте еще с вами этот эфир сохраню чтобы мы с тобой с вами выложили его на youtube и перейдем следующий час значит промо либо еще скажу что не забывайте пасмы по 100 грамм и 100 грамм стоит по моему если я не ошибаюсь 610 рублей все давайте я перейдем с вами следующий час досмотрим цвета и я попытаюсь это сохранить еще раз всем здравствуйте я как всегда хочу уложиться в час и каждый раз мне не получается товарищ инстаграм сделайте мне пожалуйста эфиры по полтора часа хотя бы до в час но совсем никак привет всем жду вас и будем смотреть дальше то что не успела я дорассказать вам попыталась вкратце выдать всю информацию если вдруг кому срочно кому важно и чтобы у нас все таки этот эфир сохранить на youtube и не склеивать его со следующим часом и так мы с вами закончили на том что посмотрели хотя бы вкратце артикул вот этот вискозу из бамбука артикул молибу посмотрели образец я вам издалека держала так чтобы было видно гладь но сейчас покажу подробно узоры да вот это узор называется морская волна он обычно правда вяжется в платочке здесь нет глади обычно платочка между вот этими частями но можно из глади вязать просто в платочке он более эффектный с вами можно долго сидеть на карантине ой да да и да бог что нам не пришлось бы долго сидеть мы уж как-нибудь с вами из магазина по эфире вот и второй вариант это сеточка самая простая самая классическая со смещением через ряд вот такая хорошенькая тоже как бы можно использовать в узорах если вам хочется да сейчас попробую на руку на надеть фил то есть можете использовать сочетание узоров гладь и еще какой-то почему бы нет пряжа очень приятная тактильно вообще это такое на самом деле ощущение вот в принципе я расскажу вам когда вот трогаешь качественную вискозу что в принципе шелк и вискоза они отличаются ну крайне мало до крайне мало стоимость соответственно больше чем в два раза получается она дешевле чем хороша вот эта нитка тем что она легкая до за счет вот этого шнуркового плетения она облегчается она не так сильно тянется как если бы тянулась в ну в обычный с обычным своим виде сейчас попробую вам повесить подвесить маечку вот представьте у вас будет такой топ или вот в обратную сторону то есть можно верхушку сделать еще много таких моделей в интернете есть когда верхушка плечики вяжутся вот так а потом дальше идет гладь а потом где грудь гладь а потом снова можно сеточку запустить в общем как вам нравится очень красивые оттенки у этой пряжи у нас с вами шесть цветов покажу их все шесть цветов на любой вкус на любой типаж да как бы именно по тону кожи вы можете выбрать какие-то более теплые более холодные варианты вот этот цвет на образце он 88 92 88 92 по метражу еще раз до пробежимся я вам говорила в то в том часе 100 грамм 300 метров то есть если вы представили себе что 100 грамм 300 метров до в пополам уменьшили себе в 50 это 150 это мы вот сейчас с вами пошли и должны сказать что вот эта нитка должна быть одним метражом вот с этой ниткой они же видите какие колоссальные разные видите а метраж у них один практически по этикетке о чем как бы что что это говорит если я этот шнурок очень сильно растяну да очень сильно натяну он станет худым он станет тоненьким но он же у нас таким не является и он в полотне раз при расправляется за заполняет полностью объем то есть изделие из вот этой пряжи будет намного легче например чем изделие из вот этой да потому что вот эта нитка она позволяет себя вязать смело на спицах четверка смело абсолютно легко и не напрягаясь после вту как себя ведет отлично себя ведет она расправляется чуть-чуть вытягивается но естественно это вискоза это как бы нормально для нее абсолютно поведение вот поэтому и естественно если вы просто по связанному образцу рассчитаете изделие то никаких проблем дальнейшем у вас не будет она струится она мягкая вот эта часть у нас постирана была а вот это довязано уже потом то есть она вот вот эта часть постирана на ровненько более ровные петли здесь они может чуть-чуть еще отпариванием только расправились самом деле вот очень красиво она смотрится в узорах со спущенными петлями невероятно красиво потому что здесь как раз раскрывается вся ее фактура вся ее ленточность вот и она особенно эффектно холодный из них какой холодных из них ну на мой взгляд 3 1 это вот этот это вот эта морская зелень то которая есть в образце цвет 88 92 вам сейчас все солнце будет подсвечивать и вам чуть-чуть все равно будет казаться что может быть они теплые на самом деле нет машинки стирать можно я думаю что нет вообще не советовала бы вам кроме хлопка что-либо стирать ну ли он в принципе можно постирать машинки нет пишут ручная стирка кстати давайте ради интереса посмотрим чем нас на шелке на хлопке на хлопке тоже пишут ручную стирку и на льне тоже пишут ручную стирку на самом деле хлопок и лен я думаю можно стирать машинки а вискозу и шелк нет просто потому что изделие из нее очень вообще вискозу обычно стирать машинки можно но изделие из нее очень как бы из такого рыхленького трикотажа она может деформироваться от стирки в машине поэтому я бы просто опасалась из-за этого они из-за состава и так то холодный вот этот холодный естественно вот этот синий голубой этот свет 88 95 классический синий голубые оттенки и холодный вот этот 88 94 хотя он вам здесь кажется теплым сейчас я его вот куда-нибудь сюда уберу почему-то здесь в образце он немножечко теплее оттенок а на самом деле они его изготовили чуть чуть более холодным очень интересно кстати как у них так получилось вот но холодный вот здесь вот вот видно уже правдивый цвет потому что когда я выношу на солнце сразу желтый цвет солнца он его раскрашивает это вот такой сиреневый такой сиреневый может быть даже где-то немножко в серый уходит вот такие более такой припыленный цвет вот здесь есть и чистый и светлый и такой темный вот этот оттенок еще очень красивый и три на мой взгляд теплых цвета это естественно желтенький но он здесь желто зеленый и немножко оранжевого такая вот гамма просто солнечного заката сейчас я покажу из него у нас есть образец это розово-сиреневый с уходом именно в розовый лучше солнышко чуть-чуть уйдет за тучу нас полегче будет чуть-чуть по цветам то есть здесь есть и коралловый и розовый и нежный несколько оттенков да все в одном это розовая гамма прямо чистая и вот этот очень красивый цвет мне наверное больше всех нравится потому что это мой прямо потом это такой шоколадно-коричневый оранжевый в желтый такие очень красивые оттенки такого загара такого кофе вот такие солнечные на загорелом теле вообще очень красиво будет смотреться если я себе вязала майку я бы взяла вот либо этот либо вот этот вот наверное а так уже не знаю вот кто бы что выбрал наверное нас тут сколько людей столько и вкусов вот такие 6 цветов значит давайте цвет загара назовем его 80 здесь надо посмотреть 88 90 88 90 а это 88 94 сиреневенький розовые 88 93 желтенький 88 91 давайте посмотрим с вами образец из желтого который связали на фабрике вот такой у них образец получился на летние футболка сколько нужно на 44 размер мне кажется вам хватит даже двух пасом но здесь уже будет зависит от того какая футболка и как ну насколько широкую вы ее делаете на сайте на сайте новый фото пряжи есть вообще должно уже подгрузиться потому что мы выкладывали очень надеюсь что уже загрузились фотографии еще не успела зайти посмотреть вот такой смотрите какие какой красивый желтенький прямо солнечный такой цвет переливы тоже очень красивые я тоже с загаром классные они они две в принципе такие солнечные но вот это больше желтая вот это больше такая кофейно-оранжевая загаром это 88 90 по стоимости если я не ошибаюсь я видела сегодня 610 по моему рублей за пасму 100 грамм то есть если мы поделим ее пополам и переведем в матки как обычно 50 грамм это будет 305 рублей за 50 грамм это для того чтобы просто сориентироваться в цене на пряжи а я зеленый розовый синий вот этот очень тоже красивый цвет из которого мы образец связали я думаю для многих он наверно будет самым топовым потому что прям такая гамма бирюзово-зеленая многим именно такие морские морские мотивы напомнит нереально красивое полотно да вот смотрите да здесь тоже такая вот интересная фишечка с дорожками в общем спущенные петли на них конечно смотрится очень здорово и вот здесь и вот тут тоже вот кстати солнце ушло может сейчас сиреневый с вами хоть посмотрим хоть увидим все равно теплым подкрашиваться хоть хоть что делай вот здесь кстати на зеленом неплохо смотрится вот этот очень красивый сиреневый 88 94 в общем раскрашиваем себе лето создаем настроение и как бы закрываем глаза на все что происходит вокруг и создаем себе свой красивый мир пробуем новую пряжу то есть пробуйте попробуйте льна свяжите у нас в прошлом году я знаю очень много было к лету совместников у девочек блогеров которые вязали вот у нас и взяли юбку нас наши клиенты наши покупатели вязали юбку из льна и тоже очень интересно получалось я думаю что вот из этого льна здорово будет тоже юбку вязать топы неплохо вязать поскольку здесь можно много что на креативить да то есть он и пластичный вот сейчас кстати хорошо видно что он слегка слегка ворсистый стал видите после стирки такой небольшой поверхностный ну не пушок прямо пушок как от мериноса или от картной пряжи дана все равно небольшой поверхностный ворсик есть так вот наверное все чуть-чуть нам не хватило до сколько мне не хватило вот 12 минут мне всего лишь не хватило рассказать про малибу на ощупь вот это полотно холодное на ощупь но в когда вам жарко вот свойство вискозы есть такое очень ой кстати изнанка какая красивая девочки изнанка какая красивая значит на на у вискозы есть такое свойство что она на самом деле может вас неплохо согревать то есть как первый слой она неплохо вас согревает и не бойтесь что вот вам прям вы замерзнете нет не замерзнете она тоже будет греть метраж и состав еще раз повторите давайте стопроцентная вискоза из бамбука то есть если вы знаете да вискоза делается из какого-то сырья она обычно делается из целлюлозы делается может делаться из льна может делаться из любого растительного сырья из крапивы из еще чего-нибудь да какие встречаются растительные компоненты которые можно переработать в вискозу из того вискоза бывает шугар у нас артикул есть на остатке магазине из сахарного тростника из бамбука вода бывает из чего-то еще по моему я встречала может вы скажете значит 100 грамм 300 метров пасма 100 грамм не 50 в два раза больше 300 метров в ней спицы четверка спицы четверка и у них написано четверка и мы с ними абсолютно согласны наш образец тоже связано четверки то есть по спицам мило это три с половиной четыре молибуд 4 это тройка или он тоже тройка может быть три с половиной здесь я говорю хоть шестеркой можно вот дырявчато сделать полотно только смотрите чтобы у вас петли не поехали так если еще вопросы есть давайте я смотрите какой у нас закат красивый и птички поют надеюсь я уже не ослепну от солнца она уже немножечко ушло и я хоть смогу посмотреть на вас это значит по спицам по спицам самое важное хочу сказать да пробовать конечно можно и если вы очень сильно любите металл и не любите дерево и там вас никогда не шло у вас не складывалось все с ним никак конечно можете попробовать на металле но вот от нас от всех кто вообще вязал это 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 дело пробовал работать с этой пряжи от нас от всех конечно рекомендации обязательно лежите на бамбуке причем чем менее скользкий бамбук тем мне кажется лучше я вот сейчас образец этот слой начала вязать как раз на тюлипах на тройке на бамбуке на тюлиповском да вот шелк начала взять так что мы сами следуем своим же советам не замерзли так немножечко есть сегодня как-то уже холоднее мы с вами эфирим позже так это зябко слегка куртет закупится так прохладно еще кстати вы знаете я знаю что мне мама послала в стограке мама в Ярославле живет что в Ярославле выпал снег у них тоже была такая погода что у них был один день плюс 15 и потом выпал снег в общем я боюсь что Канада идет мы тут рано расслабляемся и будет еще будет еще нам привалит у вас снег у нас абрикосцы идет у нас пол участка снег пол участка уже растаял сегодня вообще было прям тепло тепло и завтра день обещают поэтому я надеюсь что ну больше сейчас по крайней мере даже растает но все равно если растает снег это еще тяжелый шаг на самом деле все еще абсолютно вода снег везде и вода снег в крае и все равно опять жиже как болото это свитер у вас очень красивый спасибо это один один из моих первых свитеров и когда я его связала это вообще перед тем пустою я не умела вязать на раны в принципе я вообще не умела вязать на раны в принципе я вообще не умела от слова совсем и я поставила себе задачу мне помогли разобрать этот рисунок и я вот к концу вот этой кокетки я уже вот так вот и шелкала лидер спирма на раны Это к вопросу о том, что встать эти результаты на наших специфических целей, так что в студенте, в котором вы видите, да, не будет хороший способ, но будет большую такую сферу, которую можно насти. Видите, шум какой-то, треск, шум, ой, ужас какой-то. Давайте мы с вами попробуем вытащить микрофон от слова всем и попробуем поэфирить без него. Вот так попробуем, звук, звук, звук. В Москве тоже снега полно. Сейчас посмотрим, что произошло после того, как я убрала микрофон. Может быть, в нем было дело, а может быть, в инстаграме. Сейчас подождем, посмотрим, что произошло. Ветер, видимо, нет, ветра не было, ветра не было. Может, связь, потому что я сегодня говорю, вот у меня сейчас LTE 3 минуты назад было 3G. Что происходит со связью, я вообще не представляю. так, сейчас посмотрим, что произошло. Напишите, получилось ли что-нибудь у меня, стало ли лучше. так, первого жду, вообще не слышно. Так, а так, а так, а так, стало лучше. Ничего не слышно. Кому как. Кому не слышно, кому лучше. Приблизьте микрофон к себе. Хорошо стало. Ну все, ладно, давайте так пока поговорим. Буду эхом на весь участок кричать. В общем, соседи будут просвещаться наши. И так, давайте. Все окей стало. Замечательно. Хорошо. Значит, был вопрос один. Подскажите, Чиагу металл подходит к бамбуку? Мы говорим, наверное, о лесках, да? Или вы имеете в виду, можно ли вязать вот эту пряжу на спицах? Вот я себе летнюю маечку надену. Можно ли вязать вот эту пряжу, вискозу из бамбука на металлических спицах? Можно, конечно, можно, но здесь уже вопрос, насколько легко. Вот эту, наверное, можно. Вот к этой, наверное, тоже нет такого мила, нет такого жесткой привязки к бамбуку или металлу. А вот что касается шелка и льна, я думаю, что здесь, наверное, я буду более категорично. Все хорошо, все получилось. Вот. А если мы говорим, то есть если мы говорим о пряжи, это один момент. А если мы говорим про спицы и про лески, подходят ли лески от Чиагу металла к бамбуку, то подходят. Да, они взаимозаменяемые. Все хорошо слышно, все хорошо слышно, только я уже замерзла. Так что давайте с вами попрощаемся. Я надеюсь, что вам было хорошо видно. Я постараюсь эфир сохранить, если получится, о лесках. О лесках, да, они подходят. То есть вы можете смело, если у вас есть набор Чиагу. Это прямо даже вот такой как бы самый без, как сказать, ну самый легкий способ подобрать к своему набору и не покупать что-то новое. Это если у вас есть набор металлический Чиагу. Они сейчас уже, наверное, есть у многих, потому что все-таки такое повально идет как бы поклонение этим спицам, но они действительно стоят того. И вы просто докупаете пару бамбуковых спиц и прикручиваете на свои лески. И все. И спокойно, то есть берете тот размер, который нужен и пользуйтесь тем, чем, что у вас есть. Ну так вот. Наверное, все. Давайте попрощаюсь, а то действительно замерзну, вымерзну. Спасибо вам всем огромное за компанию, за то, что посмотрели с нами новую пряжу. Эфир сохраню. Смотрите записи, кто только пришел. Да, кому-то привет. И постараюсь выложить на YouTube. И в ближайшие дни обязательно я про каждую пряжу еще раз расскажу подробнее и все соберу в пост. И сейчас постараюсь, пока солнце не село, сделать вам обои для рабочего стола. Так что все. Ждите от меня фотографий. Хорошего вам вечера. Приятного вязания. Надеюсь, плодотворного. Спасибо всем огромное. Счастливо. А, подождите. Есть еще один момент. Кто не читал пост, напомню про то, что мы сделали до 5-го числа, пока у нас официальные сроки карантина, мы сделали до 5-го числа очень хорошие условия по доставке. Поэтому мы снизили сумму бесплатной доставки по России до 3000. И мы сделали фиксированную сумму для заказов меньше 3000. 100 рублей доставка по России и по городу. Так что переходите в последний пост. Читайте полные правила о доставке. Заказывайте. Сидя дома. Не отказывайте себе ни в чем. Уж по крайней мере в хорошем настроении. Так точно. Будем с вами встречаться. Встретимся завтра. Поговорим про крючки. То, как и собирались. И повяжем крючком. И, в общем, мы на связи. Мы все тут. Кофточка новая? Нет, не новая. Кофточка, наверное, одна из самых старых у меня. Все. Всем пока. Всем хорошего вечера.